В эфире «Панорама севера» в студии Елены Гончарова. Здравствуйте! В начале выпуска о результатах единого дня голосования в нашем регионе. Напомню, на территории Архангельской области прошли выборы в органы местного самоуправления по 23 избирательным кампаниям. Выборы проводили 11 территориальных избирательных комиссий – Коряжемская, Новодвинская, Верхнитуемская, Виноградовская, Конорская, Котловская районная, Красноборская, Ленская, Плесецкая, Приморская и Устьянская. В Нинецком автономном округе временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кошин набрал 76,71% голосов. Окончательные итоги выборов будут подведены в среду-четверг, когда в окруженную избирательную комиссию будут доставлены все оригиналы протоколов. К коммунальным темам. К ежедневной деятельности водоканала на городских сетях прибавляются работы по устранению последствий инцидентов, не связанных с обязанностями муниципального предприятия. Например, там, где в результате действий строителей страдают жители близлежащих домов. Иллюстрацию такому примеру можно наблюдать на проспекте советских космонавтов у дома номер 84. Деревянная двухэтажка находится вблизи масштабной стройки. До недавнего времени она была окружена большим озером. Дискомфорт это доставляло и жителям, их в доме проживает 15 человек, да и облик города лужа не украшало. А между тем здание является памятником культурного наследия регионального значения. Оно построено еще в 1912 году Мещанкой Толстиковой. В итоге спасать людей и дом-памятник пришлось водоканалу. Застройщик, который ведет сегодня строительство торгового центра в ходе проведения работ по благоустройству, называются эти работы так, засыпал просто-напросто колодец водопроводный вместе с пожарным гидрантом. Кроме нашего колодца засыпан был колодец связи. Мы потратили время и проводили земляные работы по поиску этого колодца. Его фактически откопали, очистили полностью от грунта, которым он полностью был засыпан. И параллельно ведутся работы по прокладке нового участка водопровода на вот этот дом. Проблем у жителей дома меньше не становится. Застройщик снес хозяйственные постройки, где хранились дрова. Строители торгово-развлекательного комплекса пообещали взамен построить новые. Однако до сих пор ситуация не разрешилась. Во второе воскресенье сентября страна традиционно отметила День танкиста. Его первое официальное празднование состоялось в августе 46-го года. Тогда праздник был отмечен Большим парадмаршем на Красной площади Москвы. Традиция чистования танкистов началась в Архангельске два года назад, когда городские власти установили боевой танк у Дома офицеров. Два танкиста – два веселых друга. Руководитель хора «Зоренька» Валерий Иванов и участник Великой Отечественной Михаил Голоцан. В судьбе каждого словосочетания танковые войска наполнено особым смыслом – смыслом победы. Михаил Голоцан добывал ее в составе экипажа танка Т-34, участвуя в знаменитом сражении на Курской дуге. В Проховском танковом сражении было, но были биты ее фаленые тигны, пантеры и фортинанты танки. И так мы, как говорится, разгромили их, танкисты сыграли главную роль. Вспомнить о подвигах наших экипажей машин боевых на площади перед Домом офицеров собрались десятки горожан. Среди них и нынешнее поколение танкистов. Роман Баринов защищал рубежи родины Заполярье. «Не пожалел, что отправили именно в танковые войска. То есть очень интересно. Служба интересная. Очень много было стрельб». Не только учебным, но, к сожалению, и настоящим военным стрельбам есть место в сегодняшнем мире. Не повторять ошибок прошлого и быть достойными преемниками поколения победителей – пожалуй, главная идея прошедшего митинга. «Только память не властна над временем. И события на Украине показывают, не должно быть разрыва традиций, разрыва поколений, любовь к родине, патриотизм. И вот здесь это все демонстрируется, множится. Я думаю, что в нашем городе воинской славы оно будет продолжаться». Завершился митинг на улице Петра Норицына, названный в честь нашего земляка, героя Советского Союза, в 43-м, героически погибшего в битве под Сталинградом. Установленная городскими властями мемориальная доска танкисту Петру Норицыну продолжает напоминать нам о великом подвиге, имя которому – Победа. К другим темам. Мэр Архангельска Виктор Павленко встретился с тренерами и руководителями спортшкол, чтобы обсудить задачу, поставленную президентом страны. Не просто тренировать детей, а заниматься подготовкой профессиональных спортсменов. С подробностями Алексей Карельский. В столице Поморья будущих чемпионов сегодня воспитывают в семи спортшколах и двух детско-юношеских центрах. Всех их курирует мэрия Архангельска, которая вкладывает в развитие почти 40 видов спорта немалые средства. За последние три года расходы на это направление выросли на 60 миллионов рублей. Однако, чтобы решить задачу по подготовке большого количества профессиональных спортсменов, потребуются дополнительные ресурсы на закупку инвентаря, строительство новых залов, стадионов и спортплощадок. Мы будем добиваться всеми способами, чтобы и малых, и больших, что самое главное, вот больших фоков для прорыва, для улучшения кардинального спорта в нашем городе, они должны быть. Мы будем этого добиваться, входя в региональные и федеральные программы. Для улучшения материально-технической базы нужно не только попадать в специальные программы, но и, разумеется, использовать свои ресурсы. Город этим и занимается. Вот, скажем, если касаться моей школы, да, то есть мы немножко расширяемся, уходим, скажем, на север, да, в сторону Маймаксы. Там открывается, должен скоро будет открыться физкультурно-оздоровительный комплекс, вот, на улице Лисотехнической. Здесь без огромных затрат на строительство нового здания, фактически за счет оптимизации помещений и частичного ремонта, город получит новый ФОК. В подобные варианты мэрия Архангельска будет вкладывать средства и впредь, не забывая при этом развивать и крупные спорт-объекты. Вскоре будет сдано футбольное поле с искусственным покрытием на стадионе Дюсша номер 6. Продолжает активно развиваться и Исокогорский детско-юношеский центр. Семинар тренеров прошел на его базе, и Виктор Павленко воспользовался случаем, чтобы осмотреть площадки центра. За последнее время он сильно преобразился. Это примерно 3-3,5 миллиона рублей мы выделяем ежегодно, плюс средства, которые зарабатывает сам Дюс, это тоже примерно полтора-два. Ну и результат вы видите на лицо. И приведено в порядок здание, мы начали с тепла в этом здании, прежде всего, спортивного зала. Вот здесь в сооружении лыжная база, разлились футбольное поле, хоккейное поле. Сейчас вот новый корт универсальный по федеральной программе. То есть целенаправленная работа идет, и думаю, что она и продолжится. Сегодня на хоккейной коробке установлены новые борта, по соседству с десяток тренажеров. Заканчивается строительство универсальной игровой площадки с искусственным покрытием. Без поддержки мэрии с таким объемом нам бы никогда не справиться. Если говорить про хоккейные борта, было бы выделено 1,274,000, мы использовали 770,000, а остальные сэкономленные средства бросили на строительство вот этой игровой площадки. В подвале «Идют» сегодня оборудуется тир на две галереи. Стрелять в нем можно будет не только из пневматики, а потому стоит вопрос с установкой качественного пулеулавлятеля стоимостью около 2,5 миллионов рублей. Городские власти будут предусматривать эти расходы в бюджете города. Алексей Карельский, Сергей Минин, Панорама Севера. 15 сентября отмечается Международный день демократии. Праздник установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году. Демократия основана на свободном волеизъявлении народа и связана с обеспечением правопорядка и осуществлением прав и основных свобод человека. А знают ли архангелогородцы о своих правах и обязанностях? Об этом в нашем традиционном опросе. В общем, знаем, наверное. Вот, к сожалению, как-то с правами он сейчас достаточно напряженно в России. Конечно, я же все-таки человек, который проживает в России, нужно знать свои права и обязанности и как бы следовать им. Нет, нельзя. С чем это связано? Подзабылось. Может, и не знал что-то. Да, конечно, о своих правах и обязанностях я знаю все, но очень надеюсь, что все-таки наша страна будет стремиться, наверное, к европейскому пониманию и исполнению этих прав и обязанностей, а не в обратную сторону. Далее о пище, но совсем не духовной. Яйца, как известно, полезный диетический продукт. Личинки насекомых тоже сами по себе безвредны, но если соединить их вместе, получится весьма неприглядная картина. В этом смогли убедиться наши коллеги из Котласа. Подробности этого инцидента в нашем следующем сюжете. Этот молодой человек получил сегодня утром неприятный эмоциональный удар такой силы, что решил не скрывать ни имени, ни лица и рассказать в нашей программе свою историю. Она из-за разряда бытовых, но шокирует. Вчера моя мать в магазине купила яйца в магните на Маяковского. Сегодня утром я их открыл, срок годности просрочен на 15 дней, и там ползают червяки по яйцам внутри коробки. Зрелище отвратительное. Яйца, похоже, давно стухли, но спокойно лежали на прилавке магазина. И также спокойно были проданы вчера матери Игоря, не обратившей внимания на давно просроченную дату. Мы снарядили мужчину радиомикрофоном, и он отправился в магазин, чтобы не просто вернуть яйца, но получить за свои переживания компенсацию. То, что было дальше, предлагаем послушать без комментариев. Я у вас брал, покупал вчера яйца. Не хотите на них посмотреть? Посмотрите, где там червяки ползают. Вам свежее яйцо дадим? Не надо мне свежее минать. Еще я утром встал, я хотел их выпить. Я обливался. У меня настроение на целый день испорчено. Зайти мне администратора, а как-то порешаем. Вам уже деньги не пили? Да. И какой-то моральный ущерб. Был теплый период, приходилось естественно, какие яйца могут попасть. А вы представьте мое состояние. Я с утра встаю, я хотел выпить два яичка. Я беру их в руки, у меня по рукам ползут червяки. Да как у всех, это ваша прямая работа, проверять ваш товар. Ну, вот, соответственно, бывает все равно. Вы мне чек-то предоставьте, чтобы у меня покупали этот товар. Вы его знаете? Кого? Да, я тут был, был. Я вчера у девушки спрашивал. Сумму покупки не надо. У вас чека нет. В Киеве рубля два. Ну, я в суд буду подавать. Я вам предлагаю за яйца дать деньги. А моральный ущерб? Какой моральный ущерб? А вы посмотрите на яйца. Вы их видели сами? Я говорю, у всех такое может быть. Так, а я так вот не хочу, чтобы это было у всех. У каждого человека этого не должно быть. Это ваша работа проверять товар, который к вам приходит. Как у всех бывает. У меня это первый раз в жизни. Я не хочу, чтобы мне повторялось такое. Не хотят? Предлагают обменять. Смысл. Потом всем людям будут оставаться такие же. Говорит не ихняя вина, говорит вина поставщиков. И вымогательство чуть не повесить. Хотел на меня вымогательство повесить. Не найдя понимания в магните, Игорь поехал в Роспотребнадзор. Там у него приняли опасный для здоровья продукт на исследование, взяли письменное заявление и пообещали провести в ближайшее время внеплановую проверку торговой точки. Правда, в рамках государственной концепции «не кошмарить бизнес» даже о внеплановой проверке они должны будут сообщить в магазин за три дня. То есть, если персонал подсуетится, то ничего плохого проверяющие на прилавках не обнаружат. А значит, самое действенное профилактическое средство не купить яйца с червями, внимательно проверять сроки на этикетках. Продолжит выпуск новостной дайджест. Коротко о главном. Во всех городах региона прошла акция «Чистый берег», иницированная МЧС России. Выйти в рейд по местам массового отдыха людей у воды сотрудников МЧС заставило неприглядное состояние прибрежных зон. В борьбе за чистоту берегов Архангельской области приняли участие более тысячи человек. Всего очищено 54 километра прибрежных зон 46 водоемов. 21 сентября в Архангельске состоится «Кросснация». Стартовать участники забега будут от площади на пересечении улицы Карла Липнихта и набережной Северной Двины. Спортсмены побегут на дистанции тысячи, четыре тысячи и восемь тысяч метров. В период с 16 по 20 сентября приемная комиссия будет работать с 13 до 18 часов по адресу Архангельск, проспект Советский космонавтов, 179. В Новодвинске с 16 по 18 сентября пройдут 19-е открытые специальные летние беломорские игры для воспитанников детских домов-интернатов, коррекционных школ и психоневрологических интернатов. Какой сейчас год? Поморы ответят 7523-й. Наступил он 14 сентября. Традиции отмечать новолетие сохранилось в Поморье дольше, чем в других регионах. Это и послужило поводом для праздника, главная цель которого – возрождение поморских традиций. На торжествах побывала наша съемочная группа. Праздновать Новый год после окончания летних полевых работ было принято по всей Руси до Петровской реформы 1700 года. Возрожденный праздник новолетия в Архангельске начался на набережной Северной Двины. Сейчас мы не хотели бы, чтобы происходило какое-то засилие, приносимое на Россию псевдокультурой и западных стран. Здесь сохраняем свою культуру, несем ее своим детям. Интерес к ней растет. В Поморье традиция празднования новолетия осенин продержалась дольше, чем где-либо, и была связана с обычаями, которые бытовали именно в наших широтах. Например, древний символический ритуал – похорон мух. Одну муху похоронишь семена в день, так и все уйдут. В этот день в старину в поморских селах провожали на первый морской промысел юношу Зуйка. Так названием птицы из породы чаек именовали восьмилетних ребят, которые выполняли на судах мелкую работу и не имели своей доли во время приема пищи. Уникальный обряд проводов юнги на первый промысел ожил стараниями коллектива «Сугревушка». Все песни пели, когда веселились в поморы или отправляли на путинушку помора. Приходили на берег, жгли костры, грели камни. Говорили, что если камни погреть, так морюшко будет тихо, никакая нечисть не будет перевозить наших морячков. Еще один атрибут поморского новолетия – зажжение плавучего костра маяка и спуск его на воду. По легенде, он помогал морякам не сбиться с курса. Продолжились торжества в честь нового 7523 года во внутреннем дворике Музея художественного освоения Арктики Борисова. Своё видение традиционной северной культуры показали коллективы из Архангельска и Санкт-Петербурга, а также известный американский блюзмен Роберт Лайтхаус. Завершились торжества факельным шествием по набережной Северной Двины. Участники процессии пронесли благодатный огонь уходящего года в год наступающий – 7523. Инга Швецова, Сергей Минин, Панорама Севера. Вся яркая палитра Архангельска в рубрике «Открытый город». В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. На телеканале ПС смотрите видеоверсию конференции о создании в Архангельской области общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости». Вместе с истинными поморами телеканал ПС встречал поморский 7523 Новый год. Вы увидите, как в день новолетия северяне традиционно посвятили юных поморов мореходы и проводили на зиму комаров в дому. Телеканал ПС не остался в стороне и от открытия юбилейного творческого сезона «Сентябрьские смотрины» в Архангельском городском культурном центре. На нашем канале состоялась прямая трансляция праздничного концерта с участием ярких зрелищных номеров в творческий коллектив города, выступлений вокалистов, танцоров, театралов. Видеозаписи концертов, спортивных матчей и торжественных мероприятий вы сможете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 639 720. Открой город вместе с нами. Детский благотворительный турнир по мини-футболу прошел в Архангельске на стадионе «Труд». Главной была именно благотворительная, а не спортивная составляющая. Школьные принадлежности получили дети из малобеспеченных семей, а также ребята, которые прибыли в регион с востока Украины. В этом сезоне в Архангельске при поддержке правительства области была проведена целая серия турниров по мини-футболу для дворовых команд. Заключительный одиннадцатый по счету прошел в минувшее воскресенье. 19 команд в четырех возрастных категориях не только выясняли, кто сильнее на зеленом поле, но и способствовали благому делу. Приобщаем эти турниры к различным событиям, которые происходят у нас и в Архангельской области, и вообще во всем мире. Сегодня посвящен поддержке Донецкой и Луганской народных республик, братского нашего русского народа, который, сами знаете, находится там в тяжелой сегодня ситуации. И также наших детей из малообеспеченных семей. Специалисты отмечают, что популярность спорта в целом и футбола в частности среди молодежи Архангельска растет. И все больше любительских команд изъявляют желание поучаствовать в подобных соревнованиях. Провести воскресный день с пользой для здоровья решили взрослые представители Донецкой народной республики. Организаторы турнира вручили их детям подарки и пообещали приобщать новых архангелогородцев к спортивной жизни города. На мой взгляд, каждый из спортсменов, каждый из участников команды уже на сегодняшний день является победителем, потому что они проявили ту заботу, то внимание, которое должны проявлять настоящие граждане, настоящие люди с большим сердцем. Первые места в своих возрастных категориях, начиная с младшей, завоевали команды «Радуга», «Искра», «Темп», «Помор» и «Дав». Но проигравших в этот день не было. Все участники соревнований получили огромный заряд бодрости и отличного настроения. Александр Мамонтов, Владимир Орлов, «Панорама Севера». В завершении выпуска. В этом году небывалый урожай грибов. Так утверждают любители тихой охоты. Убедиться в этом можно, придя на рынок. Наша съемочная группа изучила грибной ассортимент. Красноголовики, подберезовики, рыжики. Целая палитра даров леса на архангельских прилавках. Здесь есть и самый популярный. На севере гриб – белый. О его целебных свойствах ходят легенды. Надежда Деминская уверена, белые грибы могут заменить мясо, ведь в них содержится вдвое больше белка. На тихую охоту она выходит поутру, доверяя мудрости. Чтобы грибов набрать, надо раньше встать. Иной раз они стоят пачками, а иной раз один, идешь, идешь, один нашел, идешь, идешь, еще один нашел. Отдых такой. Когда увидишь, глаза за границей бежишь. Наталья Лопатина собирает в основном подосиновики, или, как их в народе величают, красноголовики. В одном таком грибе содержится целый букет необходимых витаминов, которые легко усваиваются организмом человека. Что же касается такой деликатной темы, как ядовитые грибы, то девушка с уверенностью отвечает. Мы знаем, поэтому определяем, что ядовит, а что нет. Каждый из этих грибников знает, в чем секрет успешной охоты. А он прост, как дважды два. Сознательность, опыт и элементарные знания биологии. Все это позволит за три версты обойти бледную поганку, зеленушку и сатанинский гриб. Инга Швецова, Владимир Орлов, Панорама Севера. Далее о курсе валют на 16 сентября. По данным Центробанка на 16 сентября, доллар США 37,99 рубля, евро 49,20 рубля. Это была Панорама Севера. Далее смотрите программу «В центре внимания». А я, Елена Гончарова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Ода случайному пассажиру. Он открыл мне истину. Он видит суть людского бытия. И пусть немного матерится, и глаз блестит в сторонку уходя. Но было в нем так много скорби не за себя, а за народ. И он сказал, ты подстригись немного, и будет все у тебя тип-топ. Подстригаться я пока не собираюсь, но на заметочку возьму. А теперь о погоде на вторник, 16 сентября. В Котласе облачно, утром возможен дождь. Температура воздуха 10 градусов, сильный ветер. В пресетке пасмурно, плюс 9 на термометре. Ветер умеренный, без осадков в течение дня. В Вельске погода немного лучше, малооблачно, без осадков, умеренный ветер. И воздух прогреется до 10 градусов. Конечно же о погоде в Архангельске. Утром ясно, плюс 8 на термометре, ветер умеренный. Днем температура воздуха поднимется всего до 9 градусов. Пасмурное небо и сильный ветер. Вечером малооблачно, температура воздуха плюс 5, ветер умеренный. В течение дня осадков не ожидается. Ну и как обычно, завершаю прогноз погоды песней. Извиняюсь, немножко увлекся. Увидимся на телеканале ПС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин